с пользой. Более того, я думаю, что сейчас вырабатывается очень интересный формат коммуникации, взаимодействия, когда мы в реальном режиме можем с вами понимать о наших проблемах, о том, как продукцию лучше продавать на полке, как мы можем доносить все преимущества нашему конечному потребителю. И я считаю, что здесь мы максимально стараемся быть для вас полезны. Итак, сегодняшняя тема – это тренды 2020 года на примере пеналов. Наша очень сильная категория в товарной матрице. Для статистики на сегодняшний момент коллекция 2020 года состоит из 92 видов. И я хочу заметить, что мы очень сильно приросли средним сегментом. У нас самый широкий ассортимент по материалам, что тоже очень важно. И вот всего у нас 283 артикула. И я даже сегодня буду обращаться к каталогу как основной рабочий инструмент. Мне кажется, это удобно. Если у вас он оказался в домашнем режиме, то можете также пользоваться, либо записывать некоторые артикулы, на которые я обращаю внимание. Итак, насколько тренды фэшн-индустрии отражаются в канцелярской отрасли? Вот об этом мы должны задуматься. Почему? Потому что наш сегодняшний потребитель, он, безусловно, находится в единой информационной среде. И если формируется какой-то образ, да, какой-то актуальный, то он преломляется во всех товарах, да. Тем более наш товар достаточно, ну, можно сказать, что модный на сегодняшний день. Итак, я буду идти прямо по номерам трендов, да. И буду рассказывать на примере нашей продукции, которые отражают тот или иной тренд. Первый тренд, который бы я хотела заявить, это полные комплекты, total looks, так называемые. Что это такое? Сейчас вся фэшн-индустрия делает собранные образы, капсульные образы. Это очень сильно отражается у нас в ритейле в одежде, да, когда мы подбираем аксессуары, основной базовый гардероб, да, какие-то детали в одном стилевом решении. Это может прослеживаться через разные детали. Либо цветовые гаммы, либо дизайны какие-то, да, либо детали, да. Так вот, собрать полные, то, что можно сделать в товарах. И это очень интересно смотрится, да, такой собрать total looks, который поможет вашему ребенку, школьнику соответствовать своему образу. На сегодняшний день, как вы знаете, очень актуальна тема космоса, тема цифровизации и все, что связано с передовыми технологиями. У нас это тоже активно отражается в нашей продукции. Я хотела бы вам показать, как мы собираем один набор по тренду total looks. Вот на примере этого рюкзака. Посмотрите внимательно. Да, хочу обозначить, что это артикул, вот если кому удобно, можете записывать. 51 680 в нашем каталоге. Если позже будет возможность посмотреть, еще детали. Это полиэстер, здесь принт, уплотненная спинка, посмотрите, да, светоотражающие элементы, достаточно вместимый, вместимый и объемный, и наружный карман. Так вот, как же мы собираем образ школьника в одной тематике? Открываем рюкзак, очень удобные, кстати, собачки, да, такой модный, и достаем первый предмет, который идет в том же стиле. Вот такой вот мешок для сменной обуви, да, идентичный дизайн, который перекликается, получается, как бы собирается одна серия, одна модная серия космос. Далее, что в поддержку этого набора мы можем еще предложить. Мы можем предложить вот такой дневник, выполненный из синтетической бумаги, тиснение фольгой, обстрочка по периметру, очень качественный, модный, стильный. Получается образ вашего сына, либо просто школьника, да, средней школы, подростка. Далее, это еще не все. Для удобства у нас есть сопутствующий товар. Вот такая подставка в такой же тематике космос. Соответственно, да, наша тема поддерживается через разные предметы канцелярии. Далее. Школьнику необходимы тетради. И мы можем предложить абсолютно космическую тему. Холодная фольга технологий. Посмотрите, как она играет. Я надеюсь, эфир позволяет это передать. Ну и вы все, наверное, знаете наши тетради, да, которые поддерживают единый образ. Вот на таком примере, да, школьник может собрать свой любимый лук, да, так называемый, для похода в школу и быть стильным, быть именно в той теме, которая ему близка. Однако тема космоса у нас в коллекции представлена разными товарами. И как альтернатива можно собрать дополнительный набор даже к этому же рюкзаку, который представлен вот такой темой, да, дневник. Посмотрите, да, вот технологию, наверное, видно. Это кожзам. Здесь идет высокая УФ-печать и идет вот мелкое фольгирование мелких деталей, что космос получается абсолютно реальный, да, вот как бы погружаешься в мир настоящего космоса. Мне кажется, любой школьник, ну, точно захочет покорять вершины, да, имея такие товары. В поддержку к дневнику, да, мы можем предложить вот такой силиконовый финал на молнии, одно отделение, очень удобный, универсальный, с единым дизайном. Вот поближе, да, покажу. И здесь УФ-печать. Да, кстати, есть дополнительные сопутствующие товары. Это альбомы, допустим, цветной картон, бывают флеш-карточки в дополнение, то есть можно собрать все в одной теме. Это очень удобно и очень стильно. Далее, да, кстати, рюкзак очень вместительный, и вот посмотрите, да, чтобы он был объемный, так как надувать его здесь мне неудобно в домашних условиях, то вмещается даже вот такая подушечка, да. То есть, ну, точно, можно отправиться и в путешествие, и на спорт, и использовать, да, этот рюкзак многофункционально и в городском варианте, и в школьном формате. Это очень удобно. Далее, переходим ко второму тренду, который заявил себя и плотно отразился в канцелярской отрасли. Это моноцвет, total color, да, что это значит? Это когда мы подбираем себе набор предметов, канцелярских предметов, да, товаров по единой цветовой гамме, которые друг с другом сочетаются и которые на сегодняшний день актуальны. Все мы знаем, что сейчас канцелярская отрасль, интерьерная отрасль, они все следят за институтом понтон, за институтом цвета понтон, и ежегодно понтон объявляет цвет года, да. На сегодняшний день это classical blue, который актуальный в 2020 году, и также зашли все пастельные тона, очень мятные, красивые, немножко как выбеленные, да, приглушенные тона. Это очень стильно. Так вот, у нас подготовлено несколько первоклассных наборов. Вот я хочу продемонстрировать. Вот этот набор, вот так, да, по-моему, резкость четко. Смотрите, сейчас, дневник со съемной ПВХ цветной обложкой, с значком, видите, герой Корги, такой смешной абсолютно, да, мне кажется, лидер продаж на сегодняшний день. Значок. Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально, спасибо. Нормально, вы как? Да, да, да. Вот дневник у нас в мятной теме. Не раз слышу вас. Вы слышите, да? Да. Ну как, частично работаем, на доставках только, никого не принимаем. Завсклады только один раз в неделю, когда вот заказывают, собираются. Так. И вот один раз в неделю разводим. Можно вас попросить, мы предоставим время для нашего диалога. Сейчас мы рассказываем тренды, те, кто только присоединился. И сейчас я отображаю тренд Total Color, это моноцвет. Вот товары в одной цветовой гамме, которые товары в поддержку друг друга идут. Сейчас вот демонстрирую мятный цвет, да, вот так вот поближе. И к нему идет пенал. Пенал из искусственного меха. Посмотрите, какой он стильный, да, достаточно очень высокого качества искусственный мех. У него петля удобная, да, петля удобная. Фактически, ну, знаете, из репсовой ткани на металлическом замочке, у нас металлическая собачка, и похоже фактически на петлю, ручку для клатча. Очень стильно, очень удобно. Девочки, подростки, мне кажется, должны быть в восторге. Более того, внутренняя часть, одно отделение мы открываем, и здесь внутренняя часть, очень тактильно приятная ткань, это микровелюр, которая мягкая, стильная, очень качественная. Все швы, посмотрите, внутренние, очень аккуратно сделаны, как будто это фэшн-аксессуар, как будто это реальный клатч. Далее, в поддержку этой темы, посмотрите, вот абсолютно эта серия магнитной закладки, и вот образ уже складывается для девочки-подростка. Она будет себя чувствовать абсолютно стильно, в тренде, я бы даже сказала, на пике стиля. Такие же наборы, это серия, есть в очень приятном желто-горчичном цвете, вот посмотрите, дневник, мне кажется, девочка-подросток очень оценит, вот такой же клатч, perfect ever, кстати, да, отличная надпись, всегда совершенно, всегда совершенно, простите, технический, да, вот технический момент, perfect ever, да, всегда совершенно. И также подходит эта закладка магнитная. И третий комплект, который мы можем сформировать, это такой выбеленный розовый, очень приятный цвет, и вот такой в поддержку чуть-чуть насыщенней цвет пенала. Такие три набора. Хочу отметить, ну, опять же, для удобства, да, давайте, наверное, даже какие-то артикулы мы с вами запишем, мы запишем артикул пеналов под мятный цвет, 51471. Мне кажется, вам будет полезно изучить и больше технологии, и посмотреть на ансамбли. Далее переходим. Вот эти наборы, да, они больше для подростков, да, то есть средняя школа и старшая школа. Однако, как же этот тренд может отразиться для младшей школы? Ведь наши девчонки, да, и мальчишки, как только идут в школу, они все хотят быть модными. Так вот, для них в поддержку даже этого же дневника вы можете приобрести, вложить вот такой пенал из полиэстерии. Это пенал под наполнение, да, фактически органайзер для маленькой модницы. Посмотрите, внутренняя часть. И здесь, что самое интересное, да, и удобная деталь. Здесь есть карман, да, не только вот петли, да, держатели эластичные. Посмотрите, очень удобно, очень глубокие, обгонные, хорошие. Но и карман с ПВХ-окном для заполнения расписания. Вот поближе. Это очень удобно в младшей школе. И, опять же, соответствует трендовому стилю. Далее. Какой тренд закрепился в канцелярской отрасли? Тренд номер три. Это функциональность, это комплексность, это определенная универсальность и трансформация. Так вот, этот тренд, он зашел... Пробивается, да, чей-то звук. Он зашел из мира фэшн-индустрии и плотно закрепился и в канцелярской отрасли. Допустим, да, я могу продемонстрировать вот такие два пенала тубуса. Уже форма говорит о том, что его назначение может быть многофункциональным. Посмотрите, да, вот у меня здесь представлено два цвета в домашних условиях. Я постаралась отобрать вам, да, самые трендовые и стильные. Это кожзам очень качественный, идет на шнурке, застежка. И для удобства, посмотрите, да, идет молния. Очень вместительный, очень вместительный. И может использоваться абсолютно под разные потребности. Такая стильная вещица, да, и как пенал, и как какой-то многофункциональный тубус. Да, какая-то стильная мини-сумочка. Два цвета. Далее. Самый функциональный, вот на мой взгляд, особенно для средней и старшей школы, вот такой стильный пенал. Отметьте, кстати, мятная тема, да. Принт коты из Вечно Любимы. Это кожзам с полноцветной печатью, молния. И посмотрите, какие возможности открываются внутри. Это фактически пенал-органайзер или даже такая мини-сумочка-органайзер. Посмотрите, какая она вместительная. И внутри раскрывается организация дополнительная. Посмотрите, да, сколько можно всего вместить. И на мой взгляд, вот, что внутренняя часть, есть карман, сетка, выполнены из сетки. Вот, я думаю, что вот так видно, да. И как вы думаете, для чего удобно использовать? Вот я, допустим, увидела это применение под очки, да. И те дети, которые ходят в очках, либо носят очки для чтения, очень удобное хранение. Здесь на липучке закрывается этот карман, очки, да, абсолютно в безопасности, да. И вот здесь ничем не мешает в организации, да, все предметы пишущие сложены, очень удобно. Аккуратно закрывается, по форме достаточно компактный, хоть и вместительный. Очень удобный, на мой взгляд, и функциональный. Вот этот тренд очень явно отражает сегодняшний день. Далее. Как происходит трансформация сознания нашего потребителя конечного? Эта трансформация началась уже год назад, когда мы стали говорить о рациональном потреблении, об осознанном потреблении и о формате, я не могу сказать, что сильно экономии, но, тем не менее, взвешенное потребление, что очень важно. Этот тренд нельзя не отразить и в канцелярской отрасли. И именно поэтому мы очень активно приросли стильными, качественными товарами, но в среднем сегменте. Так у нас зашла хорошая коллекция пеналов косметичек очень универсальных, да, из полиэстера. Я хочу продемонстрировать их. Абсолютно разные дизайны тематические. Вот акулы для мальчишек, да, удобные, полиэстер, один карман, да, очень удобные, многофункциональные. Можно даже использовать, допустим, как кошелек для каких-то карманных денег, может быть, под карточки. Ну, то есть, такой многофункциональный, понятный, да, вот тема девичья, леса, вот коты, да, достаточно смешные. И абсолютно, да, доступные для покупателя. То есть, их можно иметь даже несколько под разные нужды, цели, да, и как пенал, и как какая-то косметичка, и как какой-то кошелечек. В этой же серии, в коллекции 20-го года, мы сильно пополнили пеналы, категории пеналов из металла, металлические, разных видов. Я хочу обратить внимание для младшей школы, вот такие два пенала, да, они металлические, с ПВХ окном, давайте я открою, продемонстрирую, да, вот. И внутри полноцветная печать. Безусловно, мы не можем обойтись без эмоциональных дизов, да, дизайнов, и наш отдел делает все возможное, чтобы постоянно, да, быть в контакте с нашими детьми, чтобы они радовались от такой продукции и вдохновлялись на новые свершения. Вот такая смесная лама. И вот такая стильная акула для храбрецов. Будьте здоровы, кто чихает, болеть нельзя. Так, дальше, металлические феналы, тубусы. Очень удобные, в прошлом эфире мы также о них говорили немножко, да, вот тема также акула, шарф. Очень удобные, функциональные, вместительные, вы знаете, в металлических тубусах не ломаются карандаши. Вот это очень хороший такой функциональный предмет. Ну и более того, относится к среднему сегменту, который сейчас, ну, на пике востребованности. Далее. Вы знаете, наш потребитель очень изощренный, у него уже высокая насмотренность. Они живут в мире, когда, ну, наверное, маркетинг становится все более таким разнообразным. И если говорить о маркетинге, то сегодня идет эпоха эмоционального маркетинга. Это четвертый этап уже. Да, вот за последние 20 лет система в маркетинге очень стремительно в России развивалась. И то, что происходило, допустим, в Америке, либо в Европе на протяжении столетий, я, да, у нас это произошло все стремительными темпами за 20 лет. По короткому пути, да, мы пошли. Но, тем не менее, мы достигли стадии эмоционального маркетинга, когда нашего потребителя необходимо вовлекать. Когда наш товар должен вести через разные детали с ним диалог, он должен с чем-то ассоциироваться, отражать какую-то суть, отражать какую-то идею и ценность. Когда он должен вызывать эмоцию через, ну, какие-то элементы, да, вот тогда наш потребитель будет выбирать именно наш товар. Это очень важно, чтобы он чувствовал определенную поддержку, да, так называемый эмоциональный диалог. Через что мы можем этого добиваться? Безусловно, через надписи, безусловно, через определенные тактильные ощущения, потому что эмоции включаются на подсознательном уровне, и мы все прекрасно понимаем, что все органы чувств задействованы в этом процессе, да. Это идет и осязание, это идет и обоняние. И, кстати, да, вот у меня, к сожалению, в домашних условиях не оказалось образца, я хотела вам продемонстрировать. Но я могу сказать точный номер артикула и показать в каталоге, это вот наша новинка, да, как раз кошельки для банкноты монет из силикона, новый материал, и с ароматами, да, то есть это ароматизированный силикон. У нас представлено два артикула, да, вот посмотрите, как они выглядят, они же и могут являться пеналами на самом деле. Очень стильные и с ароматами вишни и лайма. Артикулы, кому интересно, запишите, 50, 897 и 898. Вот такая коллекция. Безусловно, когда конечный потребитель, да, делает выбор, он всегда ориентируется на свои чувства, он всегда следует своим подсознательным эмоциям. И когда он видит такой вот пенал-кошелек с таким приятным запахом, конечно, он делает свой выбор в пользу данной модели. Даже если, допустим, силиконовый пенал ему не сильно был нужен, но он реагирует на свои эмоции. Здесь мы должны учитывать, что наш будущий сезон, да, там, 20-го года сейчас очень сильно зависит от доходности населения, которое я очень надеюсь, что наша экономика справится, что весь этот кризис и пандемия завершатся, и мы сможем выйти, вдохнуть полной грудью и провести наш сезон успешно. Конечно, товар для этого подходящий есть, и я хочу отметить, что на эту школьную коллекцию 20-го года наше руководство приняло решение сохранить цены на том же уровне, и у нас практически нет никаких повышений. Это очень важно, мне кажется, мало кто пошел на этот шаг. Поэтому действительно уважение, когда работаешь в компании, которые ценят и понимают своего клиента. Так вот, перейдем к нашим трендам. Далее. Тактильные вещи. Вот эти вот два пенала, два пенала из искусственного меха, такие лапки с хвостиками, да, конечно же, вызовут улыбку, радость у младшей школы. Девочки были в восторге. Я вам скажу, что когда мы готовили конференцию, то ребенок, управляющий вот как раз загородного клуба Графский парк, она просто фактически плакала, и мама умоляла, где мне взять уже этот пенал, где мне его купить, мама, сделай что хочешь, да. Ну вот такая вот реакция была абсолютно реального ребенка. Здесь одно отделение на молнии. Посмотрите, какие качественные эти лапки подклада. стирать, да, есть некоторые комментарии, вы пишете, спасибо за вашу активность. А стирать, безусловно, можно, это обычный искусственный мех, можно на деликатной стирке, либо чистка, да, и расчесать, вот, да, можно расчесать и привести мех в порядок. Если видите, да, он достаточно такой плотный, хороший, не сильно длинный, поэтому он, ну, не превратится, да, в какой-то непотребительский вид. Вот такие два пенала. Действительно прям, ну, фантастические. Я сама вот смотрю и думаю, моя дочь скоро пойдет в школу и, наверное, будет маму разорять вот такими вещами. Дальше, что я хочу рассказать, это эмоциональные, да, вот такие вот силиконовые пеналы. Посмотрите, сколько позитива в них, какие цвета, абсолютно такие классные герои, всевозможные животные, да, которые вызывают милую улыбку. Вот такая форма силиконового пенала, также карман, одно отделение. Контрастная молния, что дополнительно поддерживает дизайн, да, и мы фактически погружаемся в Мексику. Далее, силиконовые, но фактически вовлекающие пеналы, потому что они меняют размер. Вот посмотрите, да, такая вот панда выросла, да, вот так вот мы сложили легко, и получился не просто пенал, а стакан, да, то есть вот я могу поставить ручку. Очень удобная вещь. И пенал, и стакан многофункциональный, здесь отражается несколько трендов, да, как мы видим. Здесь и функциональность, и эмоциональное вовлечение, и технологичность, потому что это силиконовый пенал, очень удобный. Кстати, вы знаете, вот такие пеналы можно использовать не только в учебном году, но и на отдыхе, и когда мама везет своих детей, допустим, маленьких дошкольников, либо школьников младшей, да, школы, на море, на пляж, то вот какие-то мелкие детали лучше положить, конечно, в силиконовый пенал, чтобы это не промочить, чтобы это было сохранно, и чтобы удобно было помыть от песка. Мне кажется, очень такая классная, незаменимая вещь, вот такая панда. Let's play, да, заявляет наш котик. Очень классный силиконовый пенал, удобный, да, по такому же принципу созданный, и с эмоциональной надписью. Вариаций силиконовых пеналов у нас великое множество, да, вот такая модель. Кому какая нравится. И есть такие кошельки малышки, да, они удобны для каких-то монеток, да, для мелких каких-то деталей. Может быть, что-то ребенок собирает мелкое, вот это будет удобно. Вот такие всевозможные силиконовые, силиконовые радости, да. Далее переходим к следующему тренду. Вы знаете, на сегодняшний день люди устают от негатива, и есть потребность в фане, в развлечении, в позитиве и в каком-то вот диалоге, которым я вам рассказывала, да. То есть коммуникация должна идти на позитив. И как только мы встречаем такие товары, которые поднимают нам настроение, то, безусловно, мы становимся лидерами продаж, да, с таким товаром. Так вот, хочу вам продемонстрировать три пенала, три пенала, отражающие нашу суть и тренд. Вот, фан, позитив лайф, да, вот посмотрите поближе. Первый пенал, и сейчас прочту, что написано. Второй пенал, металлизированный кожзам, третий пенал. Смотрите, какая палитра, какая коллекция этих пеналов вкладывается. Допустим, да, вот этот пенал ананаса. Love smells like pineapples, aloha, да. То есть любовь пахнет ананасом. Очень увлекающие, смешные надписи, которые позволяют вызвать улыбку у вашего клиента. Отпечатки. Вот давайте я даже при вас сделаю, да. Вот посмотрите, нет. Очень качественные, на самом деле, я перед эфиром тоже брала в руки, доставала из пэт-упаковки и переживала, что он уже не такой будет зеркальный, да, у него вид. На самом деле, ни одного отпечатка не осталось. Вот большая поверхность, вот посмотрите, да, вот не знаю, по-моему, видно, что вот ничего не оставляет. Да, очень качественные, да, мне очень понравился по качеству. Я бы и себе такой взяла. Наполнение и организация очень удобная. Посмотрите, здесь сетка, сетка, да. Здесь кожзам к карману, вот, да, наверное, так виднее. Металлическая змейка, фурнитура качественная, смотрите, да, колечки. По следующим надписям, eat, sleep, meow, be perfect, да, это подобие фильма, ешь, молись, да, там, люби. Но для девочек, да, пока эта надпись трансформировалась для девчонок. Очень классные коты, очень классная зеркальная поверхность, посмотрите, какое качество. Да, я хочу вам сообщить артикулы в каталоге на эту продукцию. Так, секундочку. Это пеналы у нас, наши новинки абсолютные, 51, 461 и серия 62, 63. Вот, посмотрите, у кого есть возможность, да, полистать каталог, если есть в домашних условиях, то посмотрите. На русском надписи, да, был запрос. Да, вы знаете, хорошая идея, главное, придумать хорошую надпись будет для нас задача. Я думаю, что мы постараемся по-креативе, мы сделаем и на русском так, чтобы абсолютно любой клиент понимал, что мы им пытаемся донести, какую мысль донести. Вот, а вы знаете, вот этот вот пенал, кстати, тоже тренд, вы видите, здесь очень сдержанное золото, такое фактически белое, да, там, золото. Оттенок очень красивый. You can't buy happiness, but you can buy ice cream. То есть, счастья, конечно же, не купишь, но мороженое, которое улучшит ваше настроение, купить можно. Вот такой вот пенал, такая серия пеналов. А что у нас по времени? У нас 40 минут прошло, соответственно, я буквально там сейчас еще немного, немножко и завершаюсь, чтобы вы позадавали вопросы. Так, далее, да, я хотела еще рассказать об одной технологии и о тренде, тренд на различные принты. И вот 20-й год продолжает штурмовать растительные принты, да. Тема экологии вообще очень сильно присутствует в нашем сезоне и в следующем году будет присутствовать. И отражение через разные детали, через разные отрасли идет и через принты, и через аппликации. Так вот, у нас есть два предложения стильных пенала, металлизированный кожзам. Посмотрите, какие потрясающие аппликации из радужного ПВХ, такие стрекозы, листья монстеры. Мне кажется, любая девочка будет счастлива, да, обладать таким пеналом. Одно отделение, подклада. Если необходим артикул, я могу посмотреть сейчас быстро. Сейчас мне помощник поищет, я вам расскажу. Опять же, да, посмотрите, цветовая гамма данных пеналов очень сдержанная, да, то есть такой мягкий, красивый розовый цвет и очень мягкий голубой цвет, как оттенок цвета года, Classical Blue. Артикулы я нашла. 51, 390 и 391. Так, вот, да. Самые трендовые вещи сегодня в нашем эфире. И, вы знаете, еще хотела продемонстрировать для малышей наши новинки. Мы, кстати, с ними сняли видео, и вам сделаем рассылку в видеороликах, которые вы можете использовать в ваших соцсетях и вовлекать вашу аудиторию. Вот такие классные автобусики, да, и стереосистема вызовут точную улыбку у ваших малышей, да, у младшей школы. А еще есть серия классных кит, акула, да, то есть океан. У нас тема океана, вот заплывает сюда наша рыбка, который, ну, конечно же, выступает и как игрушка, и как пенал, и как любимая, да, какая-то такая милая деталь, которую можно всегда прицепить к рюкзаку детскому. Такие абсолютно милые, да, пеналы с полноцветной печатью, выполненные из полиэстера. Очень классные штуки. Итак, на сегодняшний день я вам обозначила семь трендов, да, ключевых, которые отражаются в нашей продукции. Мы можем еще раз их обозначить. Первое, да, это идет полный комплект Total Look. Второе, моноцвет Total Color, да, в единой цветовой гамме. Третье, функциональность, так называемые пеналы-органайзеры, да. Четвертый тренд, рациональность, осознанное, взвешенное принятие решений. Далее, эмоциональное вовлечение. Здесь все инструменты нейромаркетинга вам в помощь. Шестой фан, да, и кратительный принцип, да, вот тема. Абсолютно из разных, я собрала вам коллекцию трендов, из разных сфер, которые очень активно демонстрируются на примере нашей продукции. Сейчас хочу сказать, что данные эфиры мы хотим модернизировать, мы хотим их делать на регулярной основе, и, может быть, там начнем устраивать некоторые конкурсы по нашим тематикам. Сейчас введу ваши вопросы, можете включать свои микрофоны, потому что они не включены. И я хотела бы узнать, что вам интересно, какую следующую тему вы сделаете. Да, кстати, у меня сейчас предложение. Миксовать ли темы, допустим, есть темы по маркетингу интересные, да, там, по ценам потребителей, по каким-то трансформациям, как привлечь внимание потребителя, что ожидает в поведении после выхода с карантина, да, вот тоже есть определенные технологии маркетинговые, которые мы понимаем. Что по товарным категориям вам интересно, чтобы мы рассказывали? Давайте, включайтесь. А меня сейчас слышно? Да, хорошо. Да, хорошо? Скажите, у вас есть вопросы? Да нет, очень интересно было, вопросов вроде нет. Спасибо. Есть какие-то предложения? Вот мне интереснее, конечно, предложения, чтобы готовить. Погромче. Вот кто-то говорит, только плохо слышно. Да, конечно, готово. Мы уже не доделали. Так, если все понятно и все хорошо... Еще раз что? Еще раз что? Скажи, там, на нее уже. Так, хорошо. Значит, тогда я всем благодарю за сегодняшнее участие в нашем... Было очень интересное время домашнего самоизолирования вместе с вами. Напоминаю, что следующий эфир будет уже в пятницу. Также привычное для вас время 14.00. Эскаладу просят, да, вот написали и сказали, хорошо, обязательно рассмотрим и подготовим по эскаладе. Я думаю, если вы не возражаете, наверное, в пятницу мы еще завершим тематику школы, есть еще новинки. И на следующей неделе будем обязательно делать эфиры по эскаладе и, возможно, по каждым фишкам, темам. Я всех хочу поблагодарить. Я хочу сказать, что даже после самой темной ночи 100% наступит самый светлый рассвет. Я желаю вам рассвета в бизнесе. Держитесь. Мы обязательно выстоим. Наша отрасль выстоит на этот период. Бизнес стабилизируется. И, наверное, это время в любом случае пойдет всем нам на пользу. Берегите себя. С вами Феникс Плюс. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Всего доброго. До свидания.